Вечернее шоу Аллы Довлатовой Дорогие друзья, я приветствую всех, кто вместе с нами в этот прекрасный час Хорошего настроения, здоровья, счастья, любви, удачи! Всё это желаю вам и стараюсь даже не смотреть на сегодняшнюю гостю, чтобы не смеяться пока Всем сказали, ну, привет! Да, я уже смеюсь, здравствуй, Довлатова, здравствуйте все! Привет! Итак, друзья, сегодня у нас в гостях заслуженная артистка России И популярная артриса театра и кино Елена Валюшкина Скажи мне, что тебе, что у тебя сегодня с тобой происходит? Чего хорошего? Чего-то приперлась, собственно? Нет, 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 я хочу спросить, внешние какие-то необыкновенные перемены Голову помыла Нет, ты прям помолодела лет на 20, ну клянусь тебе А мы когда последний раз с тобой виделись? Год назад Ровно год назад? Ну, чуть, может быть, поменьше А, значит, что спасает женщину с двумя детьми? Работа А, вот-вот Как у нас в одной пьесе говорила одна милая дама Дом я царица, хочу стираю, хочу полы мою Это правда Значит, давай начнем сразу Раз заговорила о ролях О ролях, вот, о ролях Вот, послушай, раз заговорила о ролях, я хочу вспомнить твою роль И поговорить в режиме Блица, готова? Мы потом скажем про премьеру Ну, слушай, неужели про твоего Бочкина мы не расскажем? Все расскажем Она все знает про меня Давай, готова? Поехали Значит, ты сыграла шикарную комендантшу в общежитии в сериале «Универ» А ты можешь описать в трех словах твое студенчество? Ой, мое студенчество Свобода Так Учеба Так И голод Ну вот, ты знаешь, свобода и голод сочетаются Свобода и учеба, мне кажется, не очень Я была сумасшедшая Я была сумасшедшая Ты знаешь, мы учились до такой степени, что мы Я помню, приходили, переодевались Я жила в общежитии, потому что мне долго было ездить в Томилино Мы одеты и ложились спать до такой степени, уставали И вставали такие же вот прям с утра неумытые и шли голодные, шли учиться Я вот, я была, я была, наверное, ученица номер один Ну подожди, но если вы не чистили зубы, не мылись, значит, еще грязь слову можно добавить Ты просила три слова Прости Ты просила три, я тебе сказала три Ладно, хотела ли ты в детстве поскорее стать взрослой? Нет, у меня каких-то мыслей таких вообще не было Нет, я как-то, я в каждом возрасте находила какую-то гармонию, какие-то прелести Нет, ничего не хотела, не торопить Нет, не надо Вспоминая сериал И.П. Пирогова Можешь ли ты вспомнить свое любимое блюдо, которое вот ты великолепно готовишь? Коронное У меня много коронных блюд Ну такое, чтобы участка сейчас рассказала, да А я не расскажу, понимаешь, у меня все требуют Назови хотя бы Наполеон А, Наполеон, а ты сейчас его делаешь? Я его делаю, значит, дни рождения обязательно детские и мой И, значит, обязательно был день рождения мужа, их было два Теперь минус один, минус один Наполеон Да Вот, и Новый год Новый год, да Вот, вот сейчас будет 23 января, я его приготовлю на день рождения моего сына Был Новый год, 8 декабря мой день рождения, 29 ноября день рождения Маши Ну, примерно где-то два раза в месяц зимой Ну да, получается, лишь четыре, да А летом не едите, Наполеон Нет, летом это не летний какой-то случай Ну подожди, еще не вечер, может быть, мой третий муж будет Будет летний, конечно Я даже более того могу сказать, что сегодня, может быть, мы это и узнаем Но подожди, забегать вперед не будем Сейчас придет, что ли? У нас близ, да, близ Сейчас придет, близ Горько у тебя в жизни бывало? Бывало А вот скажи, а сладко, вот, сладко от чего? Сейчас? Да Ты знаешь, я научилась так, ты самая, получать сладости сама от жизни, понимаешь, что даже если это очень горько, я себе говорю, да нифига, это сладко, понимаешь? Молодец Поэтому так вот, я так решила А с соседями ты ругалась? С соседями, ты знаешь, вот сейчас какие-то не очень удачные соседи въезжают по соседству, а так мы очень дружим, потому что я живу в деревне, в поселке, мы очень давно дружим, и наши дети дружат, вот, мы друг к другу ходим за солью Они очень удачные, это что такое, что они делают? Ну они немножечко как-то не очень себя красиво введут пока, но я стараюсь с ними не ругаться, потому что я вообще не люблю ругаться с соседями, и я ни с кем не ляп, ни с кем не ляп А вот скажи, ты когда-нибудь пробовала путешествовать автостопом? Автостопом нет, я люблю путешествовать сама за рулем А как ты часто танцуешь? Я танцую постоянно Я, во-первых, я училась танцевать, у меня даже было такое желание пойти в хореографическое училище, но, к сожалению, там мои больные ноги, понимаешь, не дали мне этого А танцевать я очень люблю, я всегда танцую А скажи, статус «я худею» как часто появляется в твоей жизни? В 9 утра, как я просыпаюсь Ну и наконец-то твоя формула любви Я тебя убью сейчас Ну что? Я сказала, что если хоть кто-то в моей жизни еще раз спросит А я не спрашиваю вообще про фильм, я же тебе сказала, вспоминая роли, я тебе задаю вопрос из Блица Так, все, давай будем считать, что ты мне этот вопрос не задавала Ну хорошо, амнезия Амнезия Песню Амнезия песня Дорогие друзья, Елена Валюшкина сегодня здесь с нами, мы говорим, конечно же, и о жизни, и о творчестве И так начнем И о любви Обязательно Но это потом, как говорится, на сладенькое 2 февраля в современном театре антреприза состоится премьера спектакля «Формула счастья» Счастье Название спектакля, сейчас ты меня второй раз будешь бить Нет, не буду Немножечко перекликается с тем фильмом, который называется «Формула любви», который тебя сделал всемирно известной Да И безумно любимой Да Скажи мне, а перекликается только чуть-чуть название или сюжет тоже? Я расскажу, что это за история Значит, история такая, что пьеса, естественно, называется по-другому Называется она «Опоздание на полтора часа» Так Я пришла, я решила, что это какой-то А кто автор интересный? Француз, француз, какой-то очень француз-француз Вот, это переводная пьеса Значит, делаем мы с Игорем Ивановичем Бочкиным, народным артистом Российской Федерации Вот, и я говорю, слушайте, какое-то неинтересное, да? «Опоздание на полтора часа» Спектакль нельзя так называть, никто же не придет вовремя Вот, вот, я и говорю, как назовешь, так и поплывешь Да И что-то мы стали думать, что-то мы стали думать И вдруг мне, значит, звонят наши, значит, продюсеры и говорят Мы придумали, это будет формула счастья Да Вот Я тебе хочу сказать, что мне как-то опять вот оно не очень Но потом я подумала, что в связи с формулой любви, ассоциация, прочее-прочее, формула счастья Нормально Но про счастье-то будет там? Проскочим Там будет немного и про счастье Да? Да Немного и про счастье Ну вообще, про что история? Про что история? Рассказываю Значит, друзья мои, 2 февраля в ЦДКЖ А в ЦДКЖ это будет? В ЦДКЖ это будет, у нас будет премьера Игорь Бочкин и я выйдем на сцену Я скажу, что я очень волнуюсь, знаешь, почему? Потому что у меня в моем театральном опыте не было истории, когда двое на сцене Ну то есть ты имеешь в виду, что всегда были массовые спектакли Всегда кто-то выйдет третий, четвертый Ты в это время пошел, попудрил носик, вспомнил, а тут, понимаешь, тяжело Да Ну не знаю, не знаю, я думаю, вот-вот-вот-вот-вот, справимся Вот, значит, это семейная пара, мы играем абсолютно свой возраст Так Семейная пара, от которой съехал сын последний, младший, трое детей И маманя впала в истерику Что она никому не нужна, что ей больше не за кем, значит, ухаживать, стирать и подносить Что жизнь закончилась Вот, рассказывать все не буду, потому что там очень много всяких поворотов Вот, но она такая легкая, с юмором и слезливая, то, что я люблю И мы стараемся, чтобы она была очень и очень и очень такая для всех возрастов понятная И кто-то бы обязательно для себя что-нибудь хорошее нашел и с удовольствием посмотрел бы И с удовольствием бы, понимаешь, ушел бы в хороших таких чувствах Скажи мне, вот Бочкин, он же там не только выступает как твой партнер, но и как режиссер Вот как это работает, легче или наоборот сложнее, когда он и партнер, он и режиссер Ну, слушай, у меня на моей памяти, я человек все-таки с опытом, да, с театральным Вот, и кого только в моей жизни не было, легко сочетается Вы планируете гастроли по стране? Мы планируем огромное количество гастролей, потому что и вот мои инстаграмовские зрители И все они просят обязательно, Лена, когда вы к нам приедете Ну, вы знаете, уже какой-то график у вас готов? Значит, график У нас 24 февраля Минск, 25 февраля у нас Гомель, 26 мы возвращаемся в Москву У нас, значит, апрель Екатеринбург, 3 апреля, 11 Питер, про февраль и про март еще там они выстраиваются У нас ноябрь уже есть, с 1 по 20 ноября весь Урал у нас Ой, отлично, то есть уральский зритель вас увидит в ноябре Уральский зритель увидит в ноябре А те, кто столичный уральский зритель, то, соответственно, 2 февраля Нет, 2 февраля столичный в Москве, я имею ввиду столичный уральский Екатеринбург, ты только что рассказала А, 3 апреля 3 апреля, вот, в апреле Ну, пойдем, конечно, но все-таки расскажи по поводу вот партнерства с Бочкиным Во-первых, мы с ним не первый раз партнерствуем, потому что мы с ним снимались у его жены, моей подруги Ани Легчиловой Она была режиссером сериала, кстати, популярного очень сериала на России Называется этот сериал «Любовная сеть» Вот, мы играли двух таких непримиримых врагов Да Да, и у нас был такой очень союз потрясающий, талантливый И с ним работать очень легко Мне очень нравится, потому что антреприза, это все-таки история такая, она не просто про... Ну, еще и должны быть хорошие отношения Ну, еще и про коллектив, ты сама это знаешь прекрасно Это поездки, это самолеты, это, понимаешь, неприехавший багаж, реквизит и костюмы Ну, ладно уж, не будет у вас такого, все у вас будет хорошо Скажи мне тогда короткий вопрос Ну, естественно, такой вопрос от представителя СМИ, ты уж меня прости Он народный артист, ты заслуженный Это безобразие, я считаю, это безобразие Одинаково, вот, послушай Это безобразие, товарищи, от кого зависит? Я хочу быть народный артист У вас одинаковые? Стоп, давно уже пора Давно пора Об этом мы еще сегодня отдельно будем разговаривать Ты мне скажи, условия у вас райдерские, ну, в смысле... Одинаковые Одинаковые, то есть... Одинаковые Самолет одинаковый и пароход Все одинаково Мы ходим ручка за ручку, получаем одинаково, дружба, все-все-все Я считаю, что вообще в антрепризных спектаклях все должны быть на равных условиях Вот такая вот у меня Если это два партнера Если два Ты имеешь в виду так? Если два А то внешне возьмешь какую-нибудь 15-летнюю артистку, которая будет играть, кушать подано Нет, я считаю, что если мы вдвоем везем вот такую, понимаешь, махину Историю Историю, да, то, конечно, мы должны на равных работать абсолютно Друзья, Елена Валюшкина сегодня здесь с нами Мы продолжим с вами говорить о чем угодно И это будет все за у нас прямой трансляцией Поэтому все, кто к нам присоединились, пожалуйста, не переключайтесь Дорогие друзья, Елена Валюшкина сегодня здесь с нами Ты только что рассказала, что ты большая любительница путешествовать Ну, в общем, мы с тобой уже говорили об этом Откуда эта любовь такая взялась? От родителей? Ты знаешь, в принципе, я же ездила все время много Потому что у меня папа военный Родилась я в Германии И папа, так как он у меня был сапером в Германии Он еще разминировал мины, которые остались после войны Вот, потом он закончил танковое рязанское училище Вот, танкист, сапер Вот, а потом он у меня работал, господи, работал Служил в строительных войсках И очень много строил дорог Вот Чикитаман, Чуйский тракт Вот когда мы еще с Китаем там после большой дружбы Немножечко рассорились Вот, он расширял вот эти дороги И я к ним туда ездила Потому что это был и Бийск, Алтайский край И Ангудай И этот самый Красноярск То есть там размах был такой Вот, прям Но, и потом я не знаю, откуда у меня это взялось Но у меня какая-то безумная жажда Этих приключений, путешествий Вот, поэтому я Вот мы с Машей, с моей вдвоем дома не сидим Я все время смотрю в Инстаграм Я знаю, ты за мной следишь Ну, очень интересный Инстаграм Я лайкаю, мне нравится Я знаю Ну, скажи, в Инстаграме ты у себя написала, что у тебя была мечта Ты, наконец, ее реализовала Проехать от Лос-Анджелеса до Сан-Франциско Через мост Золотые ворота Да Ну, во-первых, откуда такая мечта? И о чем ты? Слушай, у меня, знаешь, еще их сколько там Вот этих вот поездок В голове ты пишешь? В голове, конечно Мечта вот этих вот Конечно У меня просто, видишь, как случилось У меня была трехгодовая американская виза Которую я не использовала Потому что у меня и времени не было И оказии не было И незачем было туда ехать А мне сказали Ты что, ты за три года ни разу не была Давай-ка слетай Потому что иначе потом не продлят Вот И я подумала, что да Мне, наверное, надо это сделать сейчас И я вот в прошлом году Как раз в январе это все сделала Это была незабываемая поездка Она, конечно Ну, может быть, одна из самых пока По впечатлениям, по ощущениям По адреналину Потому что я там попала в такие ситуации страшенные Просто Из которых я вообще даже не знаю Как я из них вылезла Вот Это что за такое было? Это было Ну, в общем, я поперлась в конце Уже, когда я подъезжала к Сан-Франциско Надо сказать, что я машину взяла в Лос-Анджелесе И каждый день я останавливалась в Новом Городе Там Санта-Барбара, Моника, Малибу Вот эти все-все-все, Санта-Крус Эти все-все-все-все города И я ночевала каждый день в Новом Городе Проезжая, значит, вот эти лежбища морских котиков Слонов Вот эту всю красоту И самый последний отрезок до Сан-Франциско Там он очень такой страшный Потому что там обрыв идет Очень высокий в океан Очень высокий Без ограждений, без всего Постоянно камнепад Дожди И я как раз попала вот в эту дорогу Причем дорога не просто едешь вот так А она вот так Вот так она выворачивается вся Виляет так дорога? Виляет страшно И когда я пробивал последний маршрут по навигатору Он эту дорогу не показывал Так Я думаю, как-то странно Вот дорога есть, а дорогу не показывает И я туда поехала И поехала туда в ночь А там ночь как начинается? Вот так выключается Пэнц и темно И все И у тебя вот здесь океан За тобой идет ночь черная Дождь Камни Боже мой Еще строительство там было И когда я приехала в Сан-Франциско Мне сказали А ты по какой дороге ехала? Я говорю, по первой Мне говорят, как по первой? Она же закрыта В общем, я проехала по закрытой дороге Кошмар Действительно страшно Это было вообще невероятно И первая гостиница, которую я увидела ночью в темноте Там она светилась огоньками Я туда, значит, вбежала А мне говорят У нас последний номер Вы будете брать Только у нас нет связи У нас нет телефона У нас нет ключей Фильм ужасов Ой, это потрясающе Ты любишь такой адреналин, да? Знаешь, если бы я знала Что это так будет Я бы туда никогда не полезла По незнанию Полезла по незнанию Друзья, с нами Лена Валюшкина Настраивайтесь Подожди, еще премьера у меня Еще одна премьера Так мы же с тобой еще не брать Ну давай говорим А ты сейчас скажешь Все, все Время закончилось Что там сульки? Ну давай премьеру еще одну Значит так, друзья 3 февраля Так, 2 февраля с Бочкиным 2 февраля с Бочкиным в ЦДКЖ 3 февраля На телеканале СТС Так Невероятная Просто Я ее так люблю, эту работу Это сериал Он будет называться Корни Снимал всю эту фантасмагорию Режиссер Марк Горобец Очень хорошо Обожаемый мой Любимый, любимый, любимый Прям люблю его, обожаю Где-то он сейчас там на Бали Рассекает Да Вот Команда Сумасшедшая актерская Просто сумасшедшая Я всех обнимаю, люблю Каждого в отдельности И всех вместе Ну все, фамилию назови Которую мы знаем Марк Марк этот самый Господи, в кухне Главную роль играл Марк Ну хорошо Марк Подожди Ну мы поняли, о ком черненький такой Да Да Он моего сына играет Так, понятно Так Значит, Саша Бачурский Это мой муж По роли Там есть ребята Из КВН Ксюнечка Это самая Корнева Потрясающе Необыкновенная Которая играет Мою дочку Там Юля Юля Сулис Там Из нашего театра Потрясающе Необыкновенная Актриса Которая Мою дочь Играет В спектаклях Театром Саша Кузенкина Да Нет, у меня двое детей У меня двое детей Внучок А, дочь из театра Я поняла Дочь из театра Так, подожди Давай мы А то я сейчас В твоей семье запутаюсь Сериал Корни Третьего февраля Друзья Третьего февраля СТС Корни Дорогие друзья Елена Валюшкина Сегодня здесь с нами Рассказывает Про свою первую Поездку за границу Это была Турция Это была Турция Это была Восемьдесят пятый Восемьдесят пятый Восемьдесят пятый год Да Значит, это группа товарищей Из театра Моссовета Народные артисты Все заслуженные Да Вот У нас было, как сейчас помню Обмен Сорок долларов Угу Сорок долларов Да Вот Мы прилетели в Анкару И Проехали Мы искупались В четырех или в пяти морях Мы были во всех городах Это Измир Бурса Эфес Стамбул Это Босфор Естественно Это Значит Каппадокия И Памукали Мы приезжали В те отели Это был такой Знаешь Промо-тур Промо-акция Где На нас так вот Смотрели Говорили А вы откуда? Вы из Москвы? Можно вас потрогать? Вот я тебе клянусь Да Это было 85 Это еще до До Челноков Ну понятно Это все Здравствуй, Маша Понимаешь Купи дубленку Это было до этого Все Была не Но дубленку-то ты купила там? Нет Ну что ты купила? Я купила Два платья Как сейчас помню Два платья И Серьги Такие у меня были кольца Ага И такие звездочки Под бриллианты Они стоили 3 копейки Ну да И я их носила Лет 15 И ни один человек Мне не сказал Что это ты там за Мне говорили О, у нее бриллианты Вот как Молодцы турки Турки Умеют Пыль в глаза пустить Да, не говори Это правда Хорошо Про путешествие Про это ты отлично сказала Скажи мне Я знаю, что ты коллекционируешь Раритетные шляпы Да Недавно Пропала одна В которой ты снималась Горько Мне ее украли Да, прямо на съемках Я чувствую Украли Нет, ты понимаешь, какая история Я ее тащила на себе У меня две такие огромные шляпы Они 40-го года 1940-го года Масса Вот, да Когда я вышла в этой шляпе На съемке у Першина Сказал Андрей Николаевич Режиссер О боже Это похороны Версачи Да Потому что они невероятные Невероятные Невероятная шляпа И когда я уезжала со съемок Я, естественно, отдала ее в машину Потому что машины перегоняли костюмы И грим, чтобы ее не И когда я в Москве встречала машину Я сказала Товарищи, а шляпа-то моя где? Мне сказали Шляпа Какая шляпа? Шляпы не было Вот Где-то она, товарищи У кого-то ведь лежит дома Моя шляпа Я ведь ее когда увижу А ты когда Ты ее можешь даже не увидеть Дело не в этом А ты когда вот у тебя что-то воруют Как ты к этому относишься? Ну как? Жалею А как иначе? А вот, знаешь, меня недавно Тоже украли деньги И я зачесала сейчас на нервную почву Аж зачесала Слушай, и мне моя подруга Тренер по юге Я ей вот жалуюсь Я говорю, представляешь, вот просто Вообще А она говорит Не жалей Она говорит Ты просто представь, визуализируй Что вместе с этими деньгами Ну или с этой шляпой Ушли все болезни Твои и твоих близких Семьи Вот прям вот отпусти туда эти все То есть пусть воруют теперь постоянно Нет, не постоянно Кто болеет Кто болеть не хочет Тот у тебя воровать не будет Спасибо, что взяли шляпы Скажи, ты работаешь в театре Моссовета всю жизнь Да Вот за это время Не надоело тебе театр? Нет, конечно Ну, насколько изменился театр Насколько изменилась в театре ты Ну как, вся жизнь у нас изменилась Ты что? Ты что? Мы меняемся Жизнь меняется Конечно, все изменилось Слушай, я играю те роли Которые сейчас у меня Вот премьера в театре Моссовета Мы играем с начала сезона Как важно быть серьезным Ускар Уальт Да? Да 20 лет назад Нет, больше 25 Я играла Как важно быть серьезным В постановке Павла Чехомского Я играла Сесили Кардию Да Понимаешь? И стояла рядом С народной артисткой Советского Союза Людмилой Викторой Шапошниковой Которой играла Леди Брэкнелл Да И представить себе не могла Что ты будешь играть Что ты будешь играть Что ты будешь играть Я буду играть Леди Брэкнелл Понимаешь? А сейчас я стою Рядом со мной стоит Юля Хлынина Которая играет ту роль Которую я играла там В юности В детстве Понимаешь? Это Ну как? Конечно все меняется Так это хорошо Это конечно прекрасно А театр Вот запах у него Какой-то есть Свой особенный Он остался Да Я очень люблю Я Ну во-первых Слушай Я Извини Начинала С Плятом Леонидом Васильевичем Марковым Гена Бортников Жонов Георгий Степанович Юр Тараторкин Саша Леньков Фамилии Да Маргарита Борисовна Терехова Вот это все Это все во мне Это все Кстати сейчас вот 75 лет Со дня рождения Юр Тараторкина У нас завтра вечер в театре В Массовете будет А один из первых спектаклей У меня в театре Массовете Это виноватые По пьесе Арбузова Где мы играли муж с женой Валерка Старожек играл Начинал еще репетировать Плят Потом сыграл дядя Миша Львов А Доскин Анатолий Михайлович Валерка Старожек Гальда Шевская Понимаешь? Это ну как? Это вот Я вхожу на сцену Я чувствую их Присутствие Вот я это Я это абсолютно Точно ощущаю У нас есть этаж Где У каждой гримерки Вот эти бронзовые таблички Раневская Морецкая Орлова Я вот так прихожу Говорю привет 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 Потому что их там вот уже Много-много Даже уже те Которые я Морецкую я не застала Орловую я не застала Раневскую не застала Но застала Вот Всех которых я тебе перечислила Конечно это есть Это театр С очень мощной Такие мощные Актерские традиции Понимаешь? Ну слушай У меня одно Через одно рукопожатие Например Станиславский И Завадский Как ты думаешь? Вот через Плята Да? Через одно рукопожатие Орло-Враневская Ну это же Ой Сейчас я тебя тоже Пожму за руку Не переключайтесь Друзья Не переключайтесь Будем жать руки Такие друзья Елена Валюшкина Сегодня здесь с нами Вот мы узнали Что Елена Вот такая вот вся Противоречивая Ветреная Такая вся Но я хочу сказать Что я человек Очень обязательный И Пунктуальный Не пунктуальный А Если я принимаю Вот если я Преданный Если я вышла замуж Я вот уже Не изменяешь мужу Нет 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 Я Нет Я Понимаешь В отличие от тех Кто Мухлюет И играет не по правилам Я не такая Я честная Ну а это что? Это воспитание С детства такое просто? Это воспитание Или это характер? И характер И я думаю Воспитание А ты знаешь Что это такое? Вот я просто Сама такая же Я знаю Мне кажется Это Ну какое-то уважение Повышенное к себе И любовь к себе Правильно Потому что Нельзя размениваться Абсолютно Вот я себя так уважаю Что если уж я Да Не люблю этого человека То я не буду с ним Тогда жить Да Абсолютно с тобой согласна Это не уважение В первую очередь К себе Да Согласна Ой слушай Игру тебе предлагаю Давай поиграем Давай Какая я разная называется На деньги Ты на деньги Ты на деньги Хочешь сыграть Я тебе только на деньги играю Ну ладно А во что ты играешь на деньги? Во все Сразу говорю Сколько стоит? Ну например Сколько стоит? Это мне не подходит Говорю я Ну слушай Да шучу я Давай Смотри Значит я тебе прочитаю Описание некоторых Это творческая игра Некоторых твоих героинь Которых ты когда-то играла В театре По описанию Ты должна угадать Что это за героиня Кто это? Давай Давай Значит первое Купеческая вдова 40 лет Есть дочь Все Не все коту масленица Астовский Ну молодец Да Не ну нормально Она мне задала Ну ладно Хорошо Девушка 25 лет Аристократка Дочь графа Влюблена в лакеи Это взаимно Приходится Они хотят убежать Вместе Ну точнее Потому что Аристократка Не может выйти замуж За лакеи Подожди Это ты сейчас Про кино Или про театр? Про театр Про театр? Да Божечки Ну-ка еще раз Ну что Девушка молодая 25 лет Аристократка Дочь графа Влюблена в лакеи Приходится Думает о том Что надо сбежать Из дома Потому что Она не может По статусу В такое войти И более того Я хочу тебя спросить Была ли у тебя Такая ситуация в жизни? Ну ты вот Артистка Заслуженная А он там Сантехник Или Ты знаешь Я вот сейчас Все больше и больше Вот я Все больше и больше Склоняюсь к тому Что лучше бы Сантехник Чем артист Ну это вообще Если верить Нашему кинематографу Вот например Ты помнишь Фильм Афония? Мой любимый фильм Ну Ну хороший же мужик Вот если такой появится Ты как Придет к тебе Крокодил Гена Примешь Такого Подожди Давай рассматривать Давай рассматривать Каждый отдельный Поход Прихода Будем отдельно рассматривать Хорошо Ну что ты не угадала Что за это? Я вообще не поняла Про что ты Какой лакей Фрёкин Юлия Аааа Господи Ты меня знаешь чем сбила? Чем? Девушка 25 лет А сколько ей было? Да ну нафиг Какой 25 Ты что? 30 Ааа Вот так Ну в 30 Действительно Можно уже и злаке Так слушай Происхождение детства Этой героини неизвестны В 17 лет Она была обманута От позора и нищеты Ее спас Богатый купец Она чиста душой И очень равновешена Обладает обостренным Чувством собственного достоинства Господи Откуда Кто это сочинял Вот эти все Островские опять что ли? Нет На бойком месте? Нет Нет? Нет Тоже театральная? Театральная Господи Как еще раз От чего спас? Спас ее от позора и нищеты О божечки И происхождение неизвестно Да ладно Да Давай колись Буратика Рамазова Ооо Грушенька Конечно Господи Да кстати Я играла после Иры Муравьевой Эту роль Да 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 В Испании кстати У нас такие гастроли были Душераздирающие Слушай Ну как-то очень затейливо Вы это все Ну старались Зашифровать Зашифровать Забогатого Забогатого Забогатого? Очень А если он будет старый? Ой Старый богатый сантехник Нет Старый нет Нет Сколько лет Может быть Ну самое большое Не ну подожди Мы тоже так Сейчас очень богатые Сейчас очень богатые Сейчас мы в светофоре стоят Время Ладно Так ну что Последний вопрос Честная и гордая девушка 22 года Сестра владельца Постоялого двора На большой проезжей дороге Не одобряет Преступные Наклонности Брата А также Бесстыдное Кокетство Его жены А влюблена Сама в помещика Господи Ну ты только что Об этом На бойком месте Слава тебе Господи Ну все Вот с этой победой Мы тебе и формируем Да Мы идем в театр 2 февраля Да Друзья Вообще Не только 2 февраля Пойдите в театр Обязательно Сходите в театр Посмотрите Работы Елены Валюшкиной Просто влюбитесь в нее Потому что Еще больше Да Это действительно Нечто А я 2 февраля Я тогда приду к вам Приходи Да Все Танцульки Вечернее шоу Аллы Довлатовой